Шортики, не шортики, сеточки, не сеточки. Лосины! Лосины! И вода горячая, и туалет. Это просто счастье. Счастье, конечно. Секс это не было, только начиналось, что... Так, так, так. И тут вот такое... Я чуть ли не вот так смотрел. Ну, и берет цветы, так джжжж. А сзади-то вся красота. Я знаю, у вас тоже был страшный случай, когда вы в толпу прыгнули. Потом он прыгнул с третьего этажа. Джжжжж! Такой взрыв. Все обозрались, механик на тормозах. Было, на, из-за этого какое-то наказание, я не знаю. Говорит, так, этого подстричь и покрасит. Я говорю, чё, как? Мои, вот, я их отращиваю, не дам. 35 лет группа «Нана» держит марку на российской сцене. За это время родились и канули в безвестность сотни групп и артистов. Но этот бойсбенд не потопляем. У нас в гостях легендарный нанаяц Вячеслав Жеребкин. Какое на вас самое первое впечатление произвел Барри Алибасов, когда вы только впервые вот с ним встретились? Ну, самое первое впечатление, я помню этот момент, когда я приехал к нему как бы на знакомство с ним, в его квартиру. Еще такой смешной эпизод, значит, когда я зашел, а у меня тоже были длинные волосы, я прям рокер, у меня до спины были волосы. Он так смотрит на меня, Жека, а ты чего пришел? Заходи. Я ему, почему Жека? Я же не Жека, я Жеребкин вроде как, Жека. Почему Жека? Потому что уже кликуху придумал, чего. А он меня спутал, просто до меня, до моего прихода был Женя Белоусов в гостях, а я внешне чуть-чуть, если прям лохматый был, он похож чуть-чуть, а еще в темноте, у него там в коридоре было темно, и он перепутал меня с Женей Белоусом. Он говорит, а я думаю, ты Белоусов, а ты кто? Я говорю, ну вот, как бы познакомиться и пообщаться для работы в группе «На-на». А, ну заходи, давай общаться, говорили. В общем, Барри показывал свои. Вот первый клип, который они только сняли, это вот Фаина, это же 92-й год, в стране еще как бы секса-то не было, только начиналось. Так-так-так. И тут вот такое, я чуть ли не вот так смотрел. Песня мне очень понравилась, я говорю, песня супер, клево, все. Потом мы ему показали наше творчество, я пришел вместе с Володей Асимовым в группу. Вы на него какое впечатление произвели первое? Ну, как он мне рассказывал, пришел какой-то лошок в тренировочных с вытянутыми коленками. Он вообще, когда мы общались с ними, он решил, что Володя Асимова он возьмет, так как он певец, и он хотел вообще певца взять. Он так и сказал Володе Асимову там в тишине, я не знаю, где-то там, он говорит, тебя я возьму, а этого... До свидания. Вы тогда не понимали этого. А Вовка сказал, знаешь что, Барри, я пришел со Славкой, и мы со Славкой, если ты меня уберешь, значит, я и уйду с ним. Вот это да. Вот друг, да? Да, ну реально. Давай, говорит, ну ладно, давай это тоже возьмем. А тогда Володя Политов играл на бас-гитаре. И так как он уже запел Фаину, ему надо было уже становиться солистом, а я, значит, взял его бас-гитару, и так получилось вот, что три Вовы и один Слава. Ну вы со всеми поддерживаете отношения или ну так чисто? Ну не со всеми. То есть со всеми вы общаетесь? Ну со всеми, вот мой друг как бы, и то не так часто я там как бы созваниваюсь. Ну да, с Вовкой, ну просто какие-то теплые отношения. С Пашей? С Пашей вообще, сначала вот когда он ушел, было такое конфликтное состояние. То есть вы обиделись даже на него? Мы обиделись, потому что он очень резко объявил о том, что он уходит. Прямо это было в одну секунду. Мы вообще готовились лететь в Китай на Олимпиаду. Это был, по-моему, 14-й год. И нас пригласили на официальное открытие, там присутствовали все организации, организаторы этого, это Олимпиады, китайцы. Мы готовили музыкальный материал на китайском языке, пели, где ты была на китайском, и Фаин, очень смешно. То есть максимально старались как бы угодить китайским друзьям. И вот за месяца три, что ли, сказал, что уходит. И все, мы офигели как-то, что такое. Да, я обиделся очень, он резко ушел, и про нас еще такое что-то там говорил, да, они тоже там что-то, в общем, непонятно, у него помытнение какое-то было, что ли. И мы не разговаривали, не общались, очень я на него был обижен тоже, много, может быть, года четыре-пять, может быть. Но потом он пришел на день рождения к баре, его к баре пригласил. Я говорю, ты обалдел, что ли? Я говорю, ты что, предатель? Он говорит, ну, как бы все. И после концерта мы с ним, о-о-о, здорово, здорово. Вы помните, вот после какого поступка вы осознали, насколько экстравагантный, может быть, Барри Алибасов, когда он вас поразил первый раз? Так скажу, да, да, это поразило очень сильно, и просто даже вот тогда я увидел, какой он, ну, не тиран, конечно, но такой жесткий в плане своих указаний. Он говорит, когда мы уже поняли, что нас взяли в коллектив, а так как я был потлатый, он говорит, нам такие не нужны. Значит, и он пригласил парикмахера, мастера, он говорит, так, этого подстричь и покрасить. Я говорю, что, как, мои, вот я их отращиваю, не дам. Он говорит, подстричь и покрасить. Ладно, подстричь, еще покрасить. Это для меня вообще был шок. Как меня красить? Что это, что я, баба, меня красить? А тут вот я, конечно, был в шоке вообще всего вот этого. А у него вот эти все идеи, вот такой экстравагантной группы, вот он же вас сделал буквально там... Сексимой. Это революция была, революция. И он, ему кто это подсказывал? Он сам это все придумывал? Он советовался с кем-то? Как это происходило? Вот даже еще в школе он пришел в класс, или куда он там пришел? По-моему, в класс. Он, у него были штаны какие-то яркие, какие-то зеленые или красные. Он в них вшил лампочки, засунул батарейку в карман, и зашел, и включил, и они мигали. То есть это вот еще оттуда все. Как вы вообще реагировали, когда он вам приносил вот эти костюмы? Да. То есть сначала-то вы выступали в нормальных костюмах, да? Ну, то есть в пиджаках. А потом он, значит, вам приносит там... А потом он приносит... Шортики, не шортики, сеточки, не сеточки. Лосины, лосины, мы как... Я когда увидел этот костюм, лосины, это такой, знаешь, обтягивающий, прям вот, ну, по полной программе, ничего не спрячешь никуда. И оно прям выпирает. И это все, это в обтяжку. Вот, и он приносит, это пацанам, да? А здесь еще такая, знаешь, сеточка, то есть тут голые вот это, тут голые, и вот эти вот все, вот это. Мне было стыдно, честно говоря. Нет, а вы могли бы сказать, Марин, вы что? С ума сошли? Как я мог, что-то я... Нельзя, никак. Ну, нет. Жестко, да? Ну да, он, понимаешь, я принял правила игры его, то есть он говорит, значит, я режиссер, он создает образ, я понял, что тут бесполезно даже спорить, что он придумывает, он шьет, он, то есть это его фантазия, попробуй вякать что-нибудь. А между собой вы хотя бы обсуждали? Обсуждали. Как это? Что делать там? Выходишь, стыдно, стыдно, видно уже все. Выходишь, мне хорошо, у меня гитара была, я там как-то, а когда бедствую. Знаете, в этом тоже есть психологическая работа. Тут надо как-то освободиться от комплексов, то есть наоборот, то есть сделать это, то есть не выйти стесняться, это же все провал, да? А выйти наоборот, чтобы это все... Барри вообще любитель шокировать всех и образами, и какими-то там поступками, да, вот мы вот придумали ходить по залу, прям по спинкам, кресел, люди. Ну, по спинкам, да, или то, что на вас там одежду разрывали. Одежду, да, это все тоже было. Ну, это уже совместная наша, даже больше, наверное, наша идея. Много наших идей, вот мы водой обливались. Я вот смотрела много выступлений, да, где вас буквально разрывают куски. Я понимаю, что, ну, с одной, один раз, да, парни, наверное, прикольно, чтобы вот так вот, девчонки, а как потом, вообще-то это страшно даже. Это страшно, и даже один раз был такой случай, разорвали на Вове Политова все, и тот костюм, который был под специ... Мы одевали специальные халаты, ну, такие не сильно прошитые, чтобы можно было легко разорвать, да. Это было часть шоу, то есть мы вызывали девчонок, выходите, и берите на сцене, и с нас что хотите. И девчонки, конечно же, к нам, и давай вот это рвать. И на Вовке была вот эта сеточка такая вот, тоненький-тоненький в сеточку костюм, прям в облипку. Да, мы все его помним. Да, вон, вон, и вот они вместе с ним, и его, а там ничего нет. Господи. Там, здравствуйте, он берет цветы вот так, он успел, ну, и берет цветы, так, джжжж, а сзади-то вся красота, ржать было уже. Мы все ржали, а эти, а эти даже не заметили, девчонки, они рвали вот это и все. Потом, конечно, он побежал за кулисы, вот такая хапка сверкая. Вы, когда работали в Нана, вы же на износ работали. Да. Ну, просто, я не знаю. Тяжело было, да. Вы говорили, что спасались с алкоголем. Да, бывало, да, да, да. Ну, то есть прям... Прям, ну, после концерта стресса надо снять какой-то, и по чуть-чуть то, чуть-чуть там пивка, то что-нибудь покрепше. И бывало, что, ну, понимаешь, когда концерт, ты знаешь, что завтра концерт, ты понимаешь, что напиваться нельзя, но бывало, конечно. Я не раз работал с такого, в таком состоянии это очень тяжело и очень некомфортно, это очень, прям, мне было плохо. И я перестал это делать. Ну, даже звучало слово запои. Были, да, да. То есть понедели. Ну, не то, что запои, у меня не было такого, чтобы я прям, знаете, ну, что такое запои, это когда человек с утра и опять бухает, и весь день, и второй, и треть. У меня были вечерние, то есть я вечером напивался, к обеду, и вечером опять, и вот так вот каждый день. Я понимал, что я пью очень много и прям каждый день. В алкогольном опьянении люди по-разному себя ведут. Да. Вы как себя ведете? Тоже по-разному. Да? То есть можете быть и агрессивным, и спать? Да, могу быть, бывало, да, такие случаи, но в основном, когда, все зависит, наверное, еще, когда пьяный человек, он же реагирует очень остро на все. Если атмосфера добрая, прекрасная, то как, что тут? А когда кто-то начинает тебя спорить с тобой, что-то доказывать или еще что-то, и ты начинаешь включаться, и начинают просыпаться вот эти негативные эмоции, и хочешь доказать, что ты прав, не десант, и вот тут уже начинается, еще зависит, кстати, от качества напитка. Если плохой напиток, то бычка включается в любом случае. Это какой? Поэтому надо пить качественные и очень дорогие, да, очень дорогие и качественные, но есть шанс, что этого не будет. Я знаю, у вас тоже был страшный случай, когда вы в толпу прыгнули, и вас там буквально даже пришлось останавливать. Да, это было страшно, да, и вообще это опасно, это надо делать, это трюк, это действительно трюк. Это надо делать, когда толпа стоит прям очень плотно, и они не могут разойтись, потому что реакция людей естественная. Когда кто-то падает, они расходят. И мы... Вас поймали. Я прыгнул, я с дуру, вот у меня, конечно, не знаю, эмоции же опять же. И я разбежался и вот так рыбкой полетел, рыбкой вот туда в толпу. Конечно, они руки подняли, но сила и масса моя, там не только девчонки, там пацаны, там много людей, взрослые люди. Девчонки, они обычно вот прям вот тут стоят, тут что-то... Ну, короче, неважно. И я прям падаю, и кому-то вот так подбородком обчутываю голову. Я думаю, дынь, немножко отключило. И я включаюсь, смотрю, у меня уже... А меня растаскивают все вот так на части, вот, разрывают. И просто это действительно опасно. Это могут задавить, задушить, как угодно. То есть это... Ну, конечно. Они тоже в эмоциях люди стоят. Не контролируют себя. Не контролируют. Причем я знал, куда прыгать. Там стояли охранники. Я прыгнул вроде туда. Но немножко, наверное, перелетел. И охранники стояли еще дальше. То есть они даже дойти не могли до меня вообще. То есть они... И Борис, стоять! На всех орать. Ну, значит, все остановились. Разойдись там! И мне кое-как... Я понимал, если я вообще... А засасывает, как в болото, знаешь, вот так вот прям... Ты же... Все, я... Очень страшно. Известна ли вам история любви ваших родителей? О, хороший вопрос. Знаю, что они познакомились. Мама работала на стройке. Вообще, мама приехала из Тамбова. Ей было что-то там 18-19 лет. Чтобы какое-то жилье дали, надо было устроиться на какую-то работу. Ей дали в барак. Вот в бараке она жила и работала на стройке. А папа работал на машине, на самосвале. Возил там щебенку. И вот я так точно не могу сказать, но я так полагаю, что там познакомились. И вот результаты этого знакомства... Сестра у вас старшая. И вот я, нас двое. И вас двое. Да. И папа, к сожалению, ушел, когда мне было два года. А моей сестре... Подожди. Да, ей семь лет было. То есть она папу как бы хорошо знала уже. Она вам рассказывала о нем? Вы же наверняка ее расспрашивали. Я расспрашивал, но как бы так, фотографии были. Мы смотрели фотографии папины. То есть вот папка меня держит, я мамка говорит, вот это ваш папа. И, ну, особо мы эту тему в семье не поднимали. Закрыто было? Не то, что закрыто, но как бы неприятно, потому что... А как мама выкручивалась? Я вот читала, что она разнорабочая. Да, она... Что ей приходилось делать, чтобы двоих детей поднимать? Она стала работать официанткой в каком-то пансионате. А, ну, там по вечерам надо, до ночи. Да, а меня надо было забирать. И так как она понимала, что не заберет, там интернат был. И нас она, значит, отвозила в понедельник утром в школу. И в субботу днем там приезжала за нами обратно. И вот мы в интернате, я учился до второго класса. Я помню, вы даже сравнивали это время с республикой Шкит. Да. А кто, вас обижали или вы были грозой мальчишек? Да, вот смотрите, в школе, в классе были интернатовские ученики и приходящие. Мы их так называли. В одном классе. В одном классе. И были приходящие, те, кто ходили, приходили к маме ходили. А мы как бы интернат. Но, знаете, было такое, ну, как бы, что интернатовские, они более такие сильные, такие, ну, как бы, закаленные жизни. И бывали стычки, ну, такие, не сильные, но, как бы, противостояние было между приходящими и интернатовскими. То есть, если в снежки, так это приходящих мальчик. Мальчик, приходящих. Приходящих называли. Ну, это у вас мама просто не могла, потому что работала, да? А в основном, часто, наверное, в интернате оказывались дети из неблагополучных семей, прям пьющих там еще. Вот что из-за атмосферы там царило? В любом случае, даже в 7 лет эти дети, да, которые из неблагополучных семей, они более жестокие. Да, ну, вы знаете, нет, не было какой-то, я понимал, что маме тяжело. И, кстати, сестра моя тоже была в интернате. То есть, я чувствовал поддержку, у меня была защита. То есть, если что, меня кто-то, то сестра приходила, ну-ка, сюда иди. А как вы узнали, что интернатовская жизнь заканчивается, и вот начнется совсем другая жизнь? Мы жили в селе, в бараке, там, село, как бы, туалет на улице, вода тоже. Все так же было у нас. Да, мы за водой ходили на колонку. А зимой вообще очень страшно ходить, там во льду все, подойти. А там, чтобы вода пошла, это котельная, и вот там такой рычаг, а мы маленькие. Я не мог открыть ее, мы с Надькой ходили с сестрой. И она брала вот так, и вот так металлическую хрень. И вода такая, мы ведро подставляли, а все во льду. В общем, падали много раз. Вот такие условия были. И тут мы переезжаем в город, какой там интернат? Город, квартира. Ура! Как изменилась жизнь? Маме дали квартиру, получается? Да, да. Мы жили в квартире. То есть вы жили в одной комнате в бараке, получается? Да, одна комната. Где не было ни водопровода, ни туалета, ничего? Ну, вода, да. Мы в воду туда, по-моему, ходили. Ну, что-то была вода, по-моему, какая-то из батареи, что ли, горячая. Мыться, мыться. Да, это в бане, наверное. В баню ходили. Ну, не каждый день в баню будешь ходить. Был у нас банный день какой-то. Я помню, мы ходили. Общая баня, да. Ну, если мама была официанткой, наверняка что-нибудь приносила вкусненькое. Мы ждали ее, она приносила сумку, там, что оставалось, что-то, она приносила в коробках таких с под сахара, я помню вот эту коробку, она такая замасленная, открываешь там плов или что-нибудь еще. Много очень приносила еды, и мы как бы, да, питались благодаря тому, что мама работала. В итоге в Домодедово вы переехали. Что это было за квартира, не квартира? Квартира. Так, одна комната, двухкомнатная? Двухомнатная, да, да. Смежная, правда. Ну, после барака. После барака счастье, да, конечно. Вот мне было сколько, 10 лет, мы переехали в квартиру. И в 10 лет папу вы в первый раз увидели. Что это была за встреча такая, вы помните? Помню, очень хорошо. О чем-то разговаривали? Очень хорошо помню. Не знаю, как случилось, что он нашел нас, это уже мама писала, не знаю. Помню, открывается дверь, ну, звонок, открываем дверь, и Надька, папа, мужик какой-то, какой, ну, я же не знаю, как, ну, фотографии одно, там, молодые, тут уж столько лет, как бы уже тоже. Ну, вроде папа, и обнялись, все, посидели, поговорили, пошли в магазин, он там купил нам что-то, конфет, ну, так, гостинцев. Он недолго был. А мамы не было? Мамы не было. Мама была на работе, и, по-моему, они даже, ну, не встретились. Вот я помню это, что вот они вместе сидели, этого не было. Он уехал, не дождавшись мамы, он прямо на несколько часов приехал. То есть мы погуляли, походили, дома посидели. Он говорит, ну, и я, говорит, скоро приеду. То есть, как бы, думаю, о, ну, сейчас вот два-три дня, недели, не знаю, приедет. Вот. И мы ждали. Мама как отреагировала? Мама, ну, не могу сказать, что она обрадовалась прям, ну, видимо, у нее обида жила в сердце. Мама, папа приезжала. А, ну, приезжала, как бы, ну, то есть, очень спокойно, холодно. Не могу сказать, да. Ну, потом, когда я уже нашел его, он рассказывал, что он хотел вернуться. Прямо, он очень мамы любит, и прям, ну, ордились. Так, а почему не вернулся? Не вернулся, ну, не знаю. Побоялся, может быть, и маму, как встретит, примет ли. Он очень был такой неуверенный в себе человек, очень веселый. Ну, как я, наверное. Он очень веселый, с юморной. Ну, да, вы же его потом нашли. Но неуверенно в себе, он ее ревновал очень сильно. Я думаю, из-за этого они развелись. Он ревновал ее, и она приходила иногда поздно, там, с девчонками гуляли, и он прям бесился. Кто-то ее подвозил какой-то, шофер, а это все, взрыв сразу у него. В общем, я так полагаю, что из-за ревности, да, развелись. Но хорошо, что я его нашел хоть. Да, вы же нашли, когда уже стали известным человеком. Вот с того раза, вот 10 лет, я больше его не видел. Вот сколько это было, мне было 45 лет, 35 лет я его не видел. Вы его нашли сами? Ну, через... Нашел, нет, я его хотел, я хотел искать, пытался, я, понимаешь, я же на ней, группа на, его фамилия. Я думаю, ну, а я объездил же, ну, везде был, и в его краях, там, вот, сейчас это Украина, в Харьков, там, был. Он, в общем, везде объездил. Я в Симферополе, я думаю, что он где-то там, и мы были там. Я думаю, придет же, наверное, ну, знает же, наверняка. Мы же из всех утюгов же. Наверняка должен узнать, фамилия моя его, ну, как, должен. Он побоялся. Да, он мне потом рассказал, я, говорит, хотел прийти, но заболел, я думаю, лукавит. Заболел. Но я думаю, что он побоялся, наверное, постеснялся, ну. Ну, конечно, страшно прийти к 45-летнему сыну, которого ты видел один раз в жизни. Который звезда уже. И там толпа, и действительно добраться на улицу. Ну, вот вы о чем с ним поговорили? Вы же с ним смогли поговорить? Ну, о жизни, кто я, что я делаю, как ты, папа, у него... Здоровье уже было, конечно, такое слабенькое, у него парализовало руку. Он шофер всю жизнь шофером работал. Ну, так практически о маме говорили, о Надюшке, как Надя, кого-то родственник. Ну, то есть о родственниках. Не просил помощи он у вас? Нет, он не просил помощи, нет, он такой очень скромный. И нет, он говорит, я вообще хотел его... У меня родилась мысль, когда я у него гостил. Я говорю, пап, а может быть, к нам махнем? Или вообще просто приезжай в гости хотя бы. А потом, может быть... Ну, я понимал, что его тяжело... Ну, он болел, я ждал, пока он наберется сил, и отвезу его, думаю. Я вот, мы приехали, я с женой, вот, то есть она невеста была моя, мы с ней приехали вместе. Я говорю, вот моя будущая жена там. Говорит, ну, все хорошо. Мы посидели, покушали, поговорили. И на следующий день мы ночевали у него дома. И он поехал с нами на вокзал даже. Я говорю, пап, ну куда ты, ты уже... Поехали, сели в машину, в рубахе расстегнутый, дуб пупа такой едет. Поехали, выпили с ним. Вот, и на вокзале у меня какое-то щемящее было чувство. Прям я... Какое-то прям не знаю, откуда оно взялось. Ну, попрощались пока-пока. И прям сели в поезд, у меня прям все щемило, прям болело. И действительно, это оказалась последняя наша встреча. Все. Я больше его не увидел. Вы учились в ПТУ после школы. Профессию у вас там что-то с металлурой. Аппаратчик гидрометаллур. Вот я хочу про ваше приключение спросить. Приключение юности, да? Первый раз покурили вы где? Как это было? Первый раз это было, да, помню, наверное, лет 9 или 8. 9 или 8? 9 лет я просто, я не курил, я просто увидел, лежит. Смотри, я расскажу. Я лежала пачка беломора. У мамы моей был отчим, потому что папа ушел, когда мне было 2 годика. И мама жила уже с отчим. И лежала пачка беломора. Я видел, что он курил. Думаю, что это такое? Я видел, что спички, куда-то поджигать. И я как-то раз, и это вот... У меня аж прям глаза, слезы, все, кашля. Я говорю, как это можно вообще? Это вот первое, как бы самое первое. И, конечно, я не курил. Нет, конечно. Я не курил до армии, вообще не пил. Ну, пил-ка так, чуть-чуть совсем. Первый раз напились когда? После армии. После армии? Да. Ну, я говорю, я спортсмен, еще я дзюдо занимался, футбол играл. Вот, и не курил. А после армии, да, наверное, ну, не знаю, где-то я пришел весной 89-го года. Ну, вот, наверное, летом где-то с друзьями вина напились там. Да. Ваша первая драка? Первая драка в школе была. У нас тогда вообще было даже такое, что класс на класс, например. Ну, или там, даже не класс на класс, а как бы одна группа людей на другую. То есть это вот... Стенка на стенку. Стенка на стенку, да, да. И я участвовал в такой драке. То есть это человек 10, наверное, одна группа и также другая. И вот стоим стенка на стенку, и выходят два лужака, действительно так, прям, и они начинают драться. И вот до первой крови, или кто-нибудь, кто упадет, тот проиграл, и потом начинается месиво уже, прям вот все. И вот это была драка, я там кому-то въехал, кто-то мне. В общем, ну, вот такой, знаешь, адреналин серьезный в крови. Вы служили в Чехословакии. Да, куда вы все знаете, Юлия? Мне так... Вот, вы служили в Чехословакии, танкист. Совершенно верно. Вот, наводчик. Да, вот, такие тонкости даже знаете. Да, это же была ваша первая заграница, получается, в Жизу. Да, да. Вот что вас поразило? Вы знаете, заграница... Мы в лесу жили, наша часть стояла в лесу, и там ничего не поразило. Холодно и очень влажно. Ну, было, конечно, недалеко от нашей части, надо было проехать. Там был город Страж-Подрайский такой. Ну, городок маленький, такие домики интересные, красивые. Впечатлило, что вот эти всякие вкусняшки, там печеньки, там уж не знаю, что-то такое вот очень в оберточках красивых. Вот это мне... У нас же не было, у нас конфеты есть, то вот так загребали. А там все такое... Вот это, конечно, баночки там были, еще так, где с колой, фантой, только вот тоже были. Вот это мне... Я никогда не видел это, представляешь, меня это шокировало. Вот это... А так, наша часть в лесу, все, я ничего не видел. Все, служба, танк, автомат. Два года. Два года. Два года. Вот самый ваш большой косяк во время службы. Это у каждого есть. Есть, да. Это, значит, первые стрельбы штатным снарядом. Штатный снаряд — это, ну, болванка вот эта. То есть снаряд обычный, то есть она не кумулятивная, есть кумулятивная, которая взрывается, а это просто болванка. Три снаряда. Значит, я сел в танк. А ну, до этого, конечно, мы проходили учебу, как стрелять, все, я уже знал, как наводить, как включать, все, все, все. И стреляли вкладным стволом. То есть это не вот эти болванки, а там, ну, такие пульки вылетали из пушки тоже, как тренировочные. А тут заряд, вот это все, снаряд, заряд, все так заходит, туда включаешь. И, значит, команда, ну, вот стоим на вышке, значит, люди, а мы три танка, я в середине. И, значит, все, огонь, там поехали. И первые мишени встают танки, и надо стрелять пушкой сразу. То есть первая передача, едем тихонько. Я, значит, смотрю, не вижу мишени, не вижу. А действительно, знаешь, ну, как-то, может быть, паника еще, потеешь еще, знаешь. А времени на вот это, выпустить три снаряда, там немного. То есть там, ну, сто метров, может быть, проехать, но надо выстрелить обязательно. А снаряд, я уже там, уже в пушке. Так. Я ищу, ищу, куда, не вижу. Мне говорят, огонь, там второй огонь. Я, ну, куда огонь, куда, стрелять. А нельзя стрелять, нас инструктировали. Стрелять нельзя, если не видишь. А мне орут в наушнике огонь. Я, б***ь, что-то нашел. Похоже. Нажимаю. Ды-ды-ды. И мне с вышки. Б***ь, что-то... И снаряд где-то в метрах пятидесяти просто. То есть я слишком низко взял. И он просто перед ним. Ды-ды-ды. Такой взрыв. Все обозрались. Механикс на тормоза. Это просто как-нибудь... Пускуй вверх, б***ь, не стрелять, тормоза. Не, я приехал, все. Это был стресс, это был вообще ужас какой-то. В общем... Было, знаете, за это какое-то наказание, я не знаю. Да. Пять нарядов не очереди на кухне сидел. Да, картошку чистил. Да, это, ну, что делать. Вот 35 лет в группе «На-На». 35 лет. 35 лет. Этапы были разные. Ну, как в любой жизни, в любом, там, у любого человека. Этапы этой группы и у вас были разные. То есть сначала взлет, сумасшедшая, там, любовь. Потом развитие Америки, все замечательно. Потом, значит, все, вообще полный ноль, да? Ну, реально дно. Потом уже такая мудрость какая-то появляет. Ну, я так это вижу. Мне интересно, ваше мнение, какой был самый тяжелый период у группы «На-На» и у Вячеслава Жеребкина в группе «На-На». Ну, вот как раз после Америки, вот этот вот… Вот эти пять лет. Вот эти пять лет, это было очень тяжело. Когда ты понимаешь, что тебя нигде не слушают, никуда не приглашают, никакие тусовки, песни года, или там вот это все, этого отсутствует. Когда мы раньше были просто там главные герои практически. Мы участвовали во всех рождественских встречах у Пугачева. Мы везде были, мы… То есть мы были прям вот… И когда ты приезжаешь и понимаешь, что тебя нет нигде, ни в эфирах, ни на радио, а хоть на радио какие-то песни играли, нигде вообще нет. Тишина. Ни даже в газетах, ни… Ну, вообще ноль. Два года вы работали в Америке с группой «На-На». Успешно работали. У вас были хорошие связи там с известными продюсерами. Ну, 11 сентября все порушило. Что именно изменилось вот в работе, в отношении к вам, группе? Вот что стало меняться? Ну, когда мы приехали и поняли, что мы уже туда не вернемся, то есть наши продюсеры позвонили, что вот действительно вся Америка… 11 сентября вы были в России? Да. Ну, у нас был кастинг такой уже знаковый, то есть звукозаписывающей компанией, которые известны, там есть в этих звукозаписывающих компаниях, там и Морай Кэрри, ну, то есть известны, известны много-много звезд, и приезжают агенты этих компаний и, значит, смотрят выступления. И как раз мы приехали после уже 11 сентября, это было в октябре, и как раз в Нью-Йорк. Я посмотрел, Нью-Йорк был весь в пыли, просто вот даже дороги, вот просто тротуары, просто слой пыли. Идешь, и все, и ноги все в пыли, все, вот ботинки, штаны, и весь город в пыли. Ну, особенно центр, где даунтаун, все в пыли, это было вообще страшно, конечно, очень. И там, где все случилось, там было просто вот такое вот нагромождение всего. Это очень… И действительно, настроение такое было… Даже выступать было тяжело, но мы все-таки выступили, ну, сыграли это все, посмотрели, некоторые компании даже заинтересовались, вот, с нами играл клавишник из U2, между прочим. Ну, в общем, хорошо. И мы спели, естественно, на английском, все живьем, и спели акапелло, духовную музыку. Мы раньше практиковали, пели, вот, и это их очень удивило, что вот так красиво мы умеем петь. Некоторые заинтересовались. Вот, и мы уехали, и понимали, что, ну, вряд ли, наверное, что-то получится. Ну, надеялись, конечно, но агенты наши позвонили, что подождите, подождите. Но шло время, год уже прошел, мы понимали, что может, она не вернется, потому что действительно все уже готовились к войне или еще что-то. То есть не до музыки было совсем. И у Барри в этот момент, это был 2001 год, депрессия случилась прям дикая. Он очень надеялся на вот... Действительно, у нас все хорошо шло. Нас представлял Дик Кларк. Дик Кларк это, ну, как сказать, очень влиятельный человек вообще в американской музыкальной индустрии и в киношной, в киноиндустрии. У него свои несколько премий. Там American Music Awards, там Emmy Awards. Golden Globe. То есть много его премий. У него есть сеть своих радиостанций. Ну, то есть мы взяли просто... Ну да, вы просто прекрасно... Действительно, да. И Барри очень надеялся. И мы тоже думали, что и материал мы хороший записали. Значит, вы вернулись в Россию. Мы вернулись в Россию. У Барри случилась депрессия. Депрессия он нас собрал. На пять лет причем. Да, он нас собрал после этого. Он какое-то время там собирает и говорит, ребят, хотите, разбегайтесь, хотите, работайте. Что хотите, то и делайте. Я заниматься ничем не буду. Не хочу. Ну, все. Депрессняк. То есть не то, что он... Ну, он прям такой был настроен, что все, кончилось. И пять лет он ничего не делал, не записал, то есть не работал, как обычно. А как жили вы? У вас депрессняк? Отлично вы. Мы собрались после этого, после этой информации. Говорю, что делаем? Вова Васильева говорит, ну, ребят, раз такая ситуация... А у него уже были записаны альбомы сольные. Вот. И он говорит, ребят, я, наверное, пойду. Мы говорим, ну, давай. Вот. А мы с Вовкой решили, что будем продолжать работать. И еще тогда был у нас с нами Паш Сыкалов, который танцевал, потом стал вокалистом. И вот так мы втроем остались, работали, ну, так, немного, конечно, уже. Концерты, корпоративы тогда были, только вот начинались. Нас выкинули изо всех эфиров. То есть началась тогда фабрика звезд. А почему вас выкинули изо всех эфиров? Я не знаю. Может быть, Барри что-то там сказал. Может быть, кто-то узнал, что мы туда уехали. Ну, то есть такая вот... Ну, то есть вам тоже такое... В общем, было все готово для того, чтобы вы тоже впали в депрессию, на самом деле. Ну, да. Настроение было, конечно, такое. Падническое, конечно. Но мы решили, что будем держаться и не будем разваливать это все дело. Мы могли разойтись, конечно. Что вас тогда поддерживало? Сами себя. Никто не... То есть вот то, что мы столько лет работали, ну, в 2001 году уже. Сколько оно было? Тоже, думаю. 11 лет уже или больше. В общем, конечно, неохота было бросать то, что мы уже наделали. Имя известное, бренд известный. Поклонницы никуда не делись. Да, наш коллектив, кстати, развалился, которые у нас музыканты были, все разъехались, кто куда, где кто ушел. Вот. И мы остались вот втроем, но решили не бросать это дело. И думал, Барри пусть депрессии. Ну, мы приезжали, и так вот он ничего не делал, ни образами, ни концертами. И пять лет вот это длилось. Было, конечно, тяжело. Такой тяжелый, самый тяжелый период у нас был вот этот. А финансово тоже это ударило сильно по вам? Или был какой-то... Ударило, да, конечно. Это было уже не такое. Уже поскромнее стали жить, и уже начали что-то кто-то продавать. Но это был, да, прям период такой сложный, очень, очень сложный. Я знаю, что Барри Альбасов многим участникам помогал. Кому-то квартиры, кому-то машины, кому-то еще. Чем он лично вам помог? Он мне помог купить первую машину. Он вообще щедрый человек. Барри щедрый. Он может быть экспрессивный, жесткий, там, как угодно, но очень, если надо, деньги, он, пожалуйста, он очень такой, пожалуйста, где-то возьми, кто-то... Пиджаки давал, одежду даже. Куда, чего? Ну, то есть, вообще, то есть, ничего не жалеет. Про яркие выходки Барри Альбасова хочу с вами поговорить, да, потому что они постоянно, они же не прекращаются. Вот, в общем, выпил крота. Вот как вы реагировали на это все? Я был вообще и даже не понял, как это... Я даже не понял, что такое крот сначала. Я долго выяснял. Оказывается, это средство для... Труп. Труп, да. Это же щелочь. Ну, это же вообще страшно. Это вообще... Ну, если бы он выпил, это смерть. Ну, как бы, это щелочь, сразу дырки везде, и все. И это реально было, насколько я понял. Я же не присутствовал при этом. То есть, я все тоже из средств массовой информации, что-то потом приехали, уже... А, уже его в больнице. Он сразу же приехал в скорость, начал ему делать промывание. То есть, он чуть-чуть, может быть, попробовал, понял, что прям загорелось, он быстро это... Может быть, чуть-чуть попал. Как вы реагируете на эти все вот истории? То есть, вот живут все нормально, живут... Нет, мне очень не понравилось потом, когда это все началось раскручивать, его показывать, как он в невменяемом состоянии, все это показывать, начинает... Это мне очень не нравилось, конечно же. Но переживал просто за его здоровье, как любой, наверное, человек. И, ну, это было такое нервное очень время, и вот эти вот передачи, мы даже с Вовкой потом уже сказали, вот у него раскрутили-то так, что это вообще... И я говорю, Вов, давай, мы не будем ходить. Мы так и Баре сказали, когда уже он в себя пришел, а он еще был какой-то... Все равно не очень в себе. И мы... Я говорю, Вов, мы не ходим в такие передачи и не будем там участвовать. И все, они больше не ходили. Но это все, конечно, ужасно. Сработало и на группу, но она все, и то есть это... Ну да, потому что были же предположения, что он это придумал, чтобы как-то... Да-да-да, и сказали, что он придумал, на этом зарабатывать деньги, пиариться. И действительно, это все вот... Ну, как бы это же не мы делаем, а получается, что как бы на нас рикошетом отразилось вот и на концертах. В общем, это было, конечно, ужасно. Потом он прыгнул и не знаю, придумал... Ради бутылки водки, ну, как минимум. Это все... Не знаю, не уверен я в этом. Ну, как может, в третьем этаже... Представляешь, в третьем этаже? Я представляю. Ну, так же я представляю. Это пожилой человек. Пожилой человек. Это если молодой прыгнет, может быть, что-то еще останется. А тут как... И такая масса. Я думаю, что он врет. Просто, ну, я не знаю. Ну, то есть он нам говорит, что вот с Вовкой поспорил, что он прыгнет, встретит. Вова говорит, что за бред вообще? Не знаю, какая бутылка водки, что он несет? То есть это все его фантазии. Я так думаю. Свадьбы, разводы бесконечные с Шукшиной. Вы пришли как-то на одну передачу. Барик говорит, пошли, там, не надо, там, Ленина Николаевна. Я говорю, ну, хорошо. Потом, нет, это что-то не... Мы пришли, Ленина Николаевна цветы подарили. Барик говорит, все, спасибо, мы в вашей личной жизни, вы разбирайтесь сами, мы здесь ни при чем. У нас, мы музыканты, мы не по этим делам. И ушли. Да, группы На На, вы успели жениться. Да. И вы в первом браке аж 18 лет прожили. Угу. И вот ваша супруга, Люба, Да. Люба, она, она же просто герой в том плане, что она жила с участником группы На 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 пике популярности. Как она выдержала? Я не знаю, потому что это невозможно. Я даже смотрю на эти кадры, где вас там девчонки раздирают. Ну, я понимаю, что она испытывала. Да, она очень, я чувствовал ее переживания. Вот что ей пришлось пережить? Ну, я был очень любообильный, в плане, конечно, я как же, я обнять там, поцеловать кого-то, а кто-то сфотографирует, а журнал, газеты, это все выкладывают. И была, да, сцена, когда она, говорит, это как ты можешь себе позволить такое? Ты же женат человек. И я говорю, женатый-то я дома, а там-то я неженатый, как бы мы не афишировали. Ну, это да, это надо было сказать. И я, как бы, поддерживал имидж неженатого, поэтому я так себя, может быть, и вел. Но, конечно, я старался поводов больше не давать после этого разговора. Но она, да, она переживала и, ну, понимала. Я говорю, Люд, ну, это вот такая вот работа, что, ну, надо вот, как бы, ну, она поняла, как женщина и доверяла мне. Я за это благодарен, потому что это был, конечно, очень тяжелый период. Гонорары вы отдавали жене? Вас все женяшло? Конечно. У меня, я как это, до копейки. Ну, у нас был общий, как бы, да, мы все это вместе. И когда что-то у меня получалось, я что-то покупал детям, там, не всегда же ориентируешься в размерах, ничего купить, но привозил что-то, да, одевались, нормально. Ну, дома у вас не было, но вот интересно, когда вы приезжали домой, как вы с детьми общались? То есть, обычно папы, которые много работают, они либо приезжают, начинают проверять дневники и строгость такую включают, либо начинают задаривать подарками, ездить везде. Вот как вы? Я нет, я не проверял дневники и уроки практически не делал, потому что действительно некогда было, приезжал там на 2-3 дня, если в 90-х, о 90-х идет речь, то да, некогда было совсем, приезжал, ну, максимум недели, это максимум прям, а то 4-5 дней и бегом опять на гастроли, и уезжали на месяц, на полтора, на два бывало, и когда приезжаешь, какие там уроки, там увидеть детей, поднянчиться, погулять, посидеть с друзьями, отдохнуть там, дома посидеть, побыть даже, ну, не успевал даже, они росли очень быстро у меня на моей, в моей жизни, потому что я редко видел, действительно, очень редко приезжал, потом уже меньше стали гастроли, не такие поездки, уже не месяц, а недели, там полторы, уже чаще, да, вот с сыном, вот с Данькой, я уже побольше бывал, уже и понянчил, и покормил, и как бы немножко почувствовал, что такое, дети, ночные вот эти, хождения, когда ребенок плачет, зубки там, и вот это все. То есть меньше всего дочке досталось? Меньше всего дочке досталось, да, она родилась в 94-м, а сын в 97-м, то есть вот, как в 97-м, это уже, ну, еще, конечно, мы же звенели, гремели, но уже не так, как вот этот 94-й, 95-й, 96-й, это самый прям вот был гастрольный, гастрольный, года гастрольный. А как решились на развод после 18 лет брака? Ну, видимо, закончилось решиться. Это же уже привычка такая. Да, вот, видимо, это и на нас повлияло, на боях, что мы перестали вот как-то, знаешь, любовь пропала, знаешь, когда любовь пропадает, это чувствуется, да, вот уже не такие, там, слова уже говоришь, и как бы, ну, как соседка, или там сестра, это уже, конечно, не то, и если даже ссора какая-то, то уже никто не хочет мириться, и надо было, вот была у нас какая-то ссора, такая незначительная, но мы не разговаривали, три дня, или там что-то такое, тоже нехорошо. А я решил, думаю, буду молчать, не буду. Почему в общем так делаю? На мировую не пойду. Объясните мне. А потому что я всегда на мировую ушел, всегда я, всегда, я потом думаю, не пойду, и она не идет, а мне завидевает этот. Ну, и потом как-то, я еще косанул, конечно, там, уехал, ну, ушел на, с друзьями тусоваться, и пришел под утро. Там и драка была, там много чего было, я пришел утро пьяный, она приходит вечером с работы, а ей нашептали уже там, друзья, все, районе все знают, вот, что я там, ну, там не было и с бабами, там у меня ничего особо, просто там веселье, день милиции был, все потусили, отдыхали, потом небольшая стычка получилась. И в общем, и потом она вечером приходит, говорит, давай-ка попробуем пожить отдельно. А это была, кстати, ошибка, и моя тоже, я взял и ушел. И вот эта раздельная жизнь, она дала трещину в наших отношениях. Ну, я приезжал, созванивались, конечно, но уже вот вернут, знаешь, когда ты уходишь с вещами-то, и еще дети мне как бы тоже, пап, ты куда, даже не сказали, мне прям это, и, короче, вот это как-то. То есть вы на детей обиделись, то, что они тоже даже не спросили? Немного, да. как бы, я понимаю, не только что маленькие, они уж там, дочке было 14, по-моему, или 15, а сыну было 12. Ну, что-то такое, или что-то такое, то есть они уже были не совсем прям. Вот. И, ну, я говорю, вот это вот раздельное, раздельное житие, оно к хорошему не приводит. Любовь, вы уже много лет женаты, вторым браком, Татьяна зовут вашу супругу, расскажите эту историю, Любовь. Дело в том, что я с ней познакомился еще в 90-х годах, она была поклонницей группы, и как было, я выходил из концертного зала «Россия», когда вот, ну, сейчас это называется «Зарядье», там был концертный зал «Россия», и вот там я ее выходил из служебного входа, там фанатки все визжат, орут, все подобрал, все разошлись, я пошел к машине, и смотрю, стоит девушка, ну, смотрю, вроде меня ждет, она так ко мне идет, цветочки дарит, здравствуйте, здрасте, вот я вам, вот что-то я уж не помню, то ли она стихи мне предложила, какие-то почитать свои, ну, какой-то надо было, да, повод найти, что-то. Вот, и я говорю, она мне очень понравилась, она такая, знаешь, очень застенчивая, скромная такая, тихая, знаешь, не эти, аааа, там, да, сразу лезть, в уши кусать, а эта такая стоит, думаю, какая-то, и симпатичная такая, знаешь, замерзшая такая стоит, еще бы было холодно было, и все, и как бы вот, думаю, какая-то классная, ну, и поехала, и у меня же семья, дети, я уже, ну, мало ли. А она вообще маленькая же, 14 лет ей было. Не помню, ну, она 15, ну, что-то такое, да, и, в общем, да, я ее периодически встречал на концертах, там, уже начал, но она мне понравилась, как внешне она очень красивая, ну, какая симпатичная, скромная, прям, знаешь, тихая, это как мышка такая, маленькая. в эту историю поверить. Такая прям вот... Потому что, мне кажется, потому что там огромный шквал этих поклонниц, безумных. Да, 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 не, она очень выделялась из всех, она, вот чем я говорю, она мне понравилась, что она очень всегда, не лезла, всегда где-то в стороне, но она знала, то есть видела, следила, видимо, как-то вот, очень вот это вот, меня поразило вот это, и ее такая скромность, и внешность очень красивая такая, и я ее периодически видел, то, смотрю, там сидит, я, о, и потом мы уже уехали в Америку, все, и забыл про нее вообще, не знаете, как звать, не знаю, вот, и все, а потом, после самолета, да, и я уже забыл, правда, ну, я как-то... У нее был ваш телефон? Телефон был, да, кстати, я звонил иногда, да, да, звонил, как дела, ну, так. А часто вы поклонницам звоните? Нет, никому не звоните, ну, у меня есть, есть девчонки, мои поклонницы, которые занимаются встречами, там, еще чем-то. Ну, у вас же очень мощный фан-клуб. Фан-клуб, да, большой, да, а она была в фан-клуб? Нет, нет, но телефон дала, я думаю, ну, позвонил, позвонил, так, как дела, а ты вы куда? Я говорю, ну, мы в Сочи, а мы туда, мы, ну, ладно, все, как бы, вот такие, я думаю, какая хорошенькая. Поразительно. Да, и я, у меня не было каких-то там, прям вот к ней, там, как к женщине, потому что, ну, маленькие дети, что-то есть. И потом пропал, мы уехали. А, кстати, она пропала, а потом, что ты еще? Вот Америка 2000, в 99-м мы уехали в Америку, и все, я забыть забыл, и телефон, я уже, тогда на бумажках уже записали, где-то там у меня в книжках было, потом телефоны появились, кстати, в общем, как-то все потерялось, короче, я не знал даже, где, чего, как, что. И вот 11-й год, представляешь, сколько лет? То есть это вот 99-й, до 11-го года, я знать не знал, про нее вообще ничего, и забыл вообще про нее. А тут вот, когда вот горели мы в самолете, прям, ну, это было прям, прям все, я думал, все, конец. А как, вот вы загорелись, да, то есть где-то загорелся, там, двигатель загорелся, по-моему, в самолете, да? Произошло замыкание. Да, вы сидите, вы чувствуете запах. Мы сидим в самолете, уже трапы убрали, все, начал заводить двигатели. А обшивка, не поверишь, это же вообще 11-й год, а самолет обшит, знаешь, тряпочкой. Ну, раньше такие самолеты, они были обшиты. А, ну, да-да-да-да-да. тряпочные, сейчас пластик взять, а это тряпочный. И я так, кто-то закричал, гори, я оборачиваюсь, и смотрю там, где вот туалет, мы во второй части самолета сидели, ну, ближе к туалету. Я смотрю, из-под обшивки, вот, вот, из-под этой, огни такие, знаешь, как, ну, искры просто брызгают, ну, не особо как-то, знаешь, думаю, какой пожар, где? А когда кто-то крикнул пожар, все встали, увидели это, и побежали прям сразу. Началась паника. Паника, да, ну, пожар, самолет. И все побежали, а у меня ступор, знаешь, я такой бац, ну, какой, чего? И все побежали, а хорошо спинки складывались вот так вот, тут сейчас не складываются, в наших сейчас, а там складывались, и все по спинкам туда, и побежали. И через какое-то, буквально, это же все очень быстро, а когда паника внутренняя, время увеличивается, и останавливается. И потом какое-то время прошло, и в самолете тохнет свет вообще, основной. Это хотя был день, это был 1 января, то есть мы после корпората сели в самолет, в Москву, скорее Новый год, ура-ура, и кто-то говорил, что там мы бухали, какой бухали, кто бухает в самолете, и там бенгальские огни, ничего близко не было. Говорили, все что угодно. Короче, и вот тухнет свет, и я тоже встал, думаю, пойду-ка подальше, и пошел очень большой, там открыли люки, эти, запасные, основные, ну, запасные, и пошла тяга, и дым повалил черным, то есть огня не было, был черный, черный, такой прям густой дым. Я так раз назад, думаю, надо забрать сумку, там же телефон, бабки, документы, и так раз, ой, а там уже все такое черное, я даже не вижу кресло, я думаю, так нет, и все равно скричит, ложитесь, я лег на пол, потому что, если вдохнешь, спазм, и просто теряешь сознание, просто дышать, ты не сможешь вдохнуть, спазм, и потеряешь сознание, и все, а если сознание теряешь, в таких ситуациях, это все. Я на пол, и прям вот носом по ковру, вот так, чтобы дышать, хоть как-то, чего-то, думаю, ну все, вот в этот момент, думаю, все, а как выбраться из закрытого помещения, самолета, доползти, да, а я в конце, нереально, все, думаю, ну конец, и это, хорошо с нами летел запасной экипаж, и благодаря вот им, они открыли вот эти люки, потому что открыть их в панике, вообще нереально, в таком еще, такой ситуации, нереально просто, ну где найти? А, и трапов не было, да? Нет, там один вылез, один только, остальные просто открыл люк, и вот там, там же высоко. Очень высоко, и страшно вообще. И все, холод, и скользко, и лед, и в общем, люди просто выпрыгивали и падали друг на другу, как мешки, вот так, кто-то ломал, а я полз, полз, и смотрю, увидел вот этот люк открытый, кто-то женщина какая-то, или кто-то прополз около меня, так раз пропустил, она вылезла на крыло, прямо на крыло дверь, вот эта. И я туда же так вылез, встал на крыло, и вообще никогда на крыле не стоял, у меня уже шок, что я стою на крыле самолета. Я смотрю на турбину, горит турбина, горит, просто так пламя, и у меня такое, как интересно. Он же потом взорвался еще. Полные баки крыла. Я стоял прям на тополе, прям бум, и полетел. И мужик какой-то подбежал, обслуживающий. Прыгай отсюда. Я говорю, как прыгай, у меня крыло так. Так прыгали, мне как. Я на карачке, поэтому медленно, чувствую, что я торможу, что взорвется просто, а я не могу быстрее. Меня сковывало, знаешь, сковало все. Я такой, прям ни руку, ни ногу. И кое-как добрался до конца, он подтащил эту лестницу металлическую. Я сполз, иду вокруг самолета, все горит, приехали машины, пеной обливают. Женщина какая-то в истерике орет, просто истерика, а там дочка осталась, и она ее не нашла. Тут все пеной заливает. Это все, знаешь, как в кино. Это такой стресс сумасшедший. Не веришь глазам, что это происходит. И приехал автобус, большая часть людей уже уехали, все, я чуть ли не последний из самолета. А вы увидели, как он взорвался, этот самолет? Да, и все, мы приехали уже вот в терминал, и там в автобусе уже было человек 5-6, и там я в Овку встретил, Вован, здорово, а где все? Я говорю, не знаю, кто в самолете. Он темный, все, там горит уже, все, и уже из этих, откуда я вылез, пламя огня, вот так уже. Обалдеть. Я говорю, где все? Они говорят, не знаю, мы доезжаем в терминал, а 1 января никого нет в терминале, один рейс, наш балет, там девчонки, музыканты, все, обнялись, плакали, ревели, и смотрим, и самолет вот только, 3 минуты, такой шар, и он пополам так хрустил, так в середине взорвался, ну там кислород, топливо, и там начали самолет рядом, которые стояли, цепная реакция, в общем, там это был просто кошмар. Просто кошмар. Все, а все сгорело, значит, мы же ничего не успели взять, ни телефоны, ни документы, все, что заработали. Все же заработали. Ну ладно, это фиг с ним. То есть вообще, и костюмы какие-то, гитары, гитары, я только купил гитару. В общем, это фиг без них, живые хоть. Да. И все девчонки, все никто из наших, ну вот, к сожалению, погибли люди, да. Девочка, и отец ее искал там, и, видимо, тоже хапанул, и там же, видимо, как-то кресла вот эти складывались, она, может быть, туда попала. В общем, так я слышал, ну кто знает, что там было, никто. Но, в общем, погибло три человека, да. И вот после этого, как раз... После этого, да, раструбили все телевидение, все, все, все. И объявилась Татьяна. И Татьяна, да, написала мне ВКонтакте, по-моему, ну где-то в каких-то сетях, что как ты там, чего у тебя там. Я так раз, о, что-то знакомое, лицо-то знакомое. Привет, привет. А я уже ушел из семьи, как раз вот в конце 10-го, 11-й. Ну, все, переписывались полгода, все нормально, слава богу, живой все. Переписывались только. И даже не было мысли поехать там. Потом родилась, думаю, что не съездить. Как вы сделали ей предложение? Не было предложения. Как это не было? Как это с собой получилось? Я знаю, что Татьяна настояла. Нет, нет, получилось... Да, она просто... Мы начали встречаться, я приехал на день рождения, начали приезжать, уезжать, приезжать, уезжать. А она не знала, что вы приедете на день рождения? Нет. То есть это был шок? Ну, то есть там же написано в соцсетях, когда день рождения. Я знал, когда мы созванивались, списывались, где живешь, туда-сюда, она говорит, вот там-там-то. Я говорю, адрес я как-то узнал уже, я знал уже адрес. И, может, знала, я не помню. Ну, короче... А, да, знала она. Я звонил, я потерялся, не туда поехал. Я говорю, что-то нет твоего дома, где? Ну, в общем, приехал на день рождения. Начали вот так отношения у нас начались, но она потом сказала, ты, говорит, либо до свидания. Мне, пожалуйста, серьезно, либо никак. Да, по приезду не надо, приезжай давай, или... Я говорю, а мне не надо. А я только, не только, но уже полгода прошло, не собирался жениться. Я говорю, ну ладно. И все, я уехал домой. И не ездил больше, тоже месяца три. И потом она мне пишет, что-то мама у нее заболела, там я приехал, вырезали там почку, в общем. Опять начались у нас отношения. Начались отношения. И я начал уже как-то подумывать, может быть и правда, может быть и нет. Вот. И потом у нас, почему меня бы толкнуло у нее остаться уже, как бы и жить. У нас откуда-то в доме, в квартире, мы всегда, в общем, тщательно убирались, все у нас чисто всегда. У нас появились клопы. Клопы. А я просыпаюсь, у меня чешется, я думал, комаров вроде нет. Я когда увидел, я проснулся от укусов, чешется все. И я в ночь не спал, уже сидел на табуретке, кто сидит на кресле где-то. И не сядешь, они в диване где-то, откуда приползли, я полагаю, что от соседей. И надо было вызывать химчистку, это Таня помогла, приехала химчистка, все побрызгали, и ночевать нельзя было. Куда мне ехать? Здравствуйте. Я так начал с ней одна ночь, вторая. Потом звоню маму, мам, ну я, наверное, это все. То есть я не делал прямо вот предложение, ну как бы вот оно само собой. Вы же официально женаты? А? Вы официально женаты? Сейчас? Да. Нет, ну я тогда вот, а вот, и когда я уже решил, что буду жениться, а я еще был не разведен, но жил уже один. И я уже звоню, Люба, Люба, надо разводиться. Она вас поддержала? Да, она молодец, в плане в том, что, ну она, видимо, понимала, что уже, наверное, не получится, и, конечно, это неприятная была процедура, но спокойная. Меня там все знали, и как бы, что вы там, я говорю, ну ладно, развелись все. Где вас все знают, в ЗАГСе? Ну где-то там, в суде там как-то. Вот. И все, и когда я уж развелся, тут уже, но мы не сразу, там через полгода, по-моему, уже женились. То есть прямо вот такого, знаешь, вот кольца там, что-то. То есть на одно колено не вставали? Сказали солнце? Нет. Ну? Ну, как бы оно само собой как-то произошло. Ну и хорошо. И мы свадьбу не играли такую, знаешь, И свадьбу не играли. Нет, я не люблю это все. Первая была, конечно, это все очень. Вы не любите, а Таня, ты может быть, любит. Она делала, мы же венчались еще, венчались, ходили в церковь, да. Мы просто не делали вот эту вот, знаешь, попойку друзей. Еще одна тема, которую я не могу не обсудить, да, это то, что в 19-м году вы столкнулись, в вашей семье столкнулась с болезнью. Да. Сахарный диабет. Заболел ребенок. Два годика, Денис. Как изменилась жизнь всей семьи? Полностью. Ну, не всей семьи. Моя и Танина изменилась кардинально, потому что мы вообще перестали спать. Потому что тогда не было у нас еще, во-первых, и опыта, и необходимо было... Мы вообще были в шоке, когда мы узнали, это был вообще шок просто. Я не верил, что это... Как это может быть? Откуда? У меня ни родственники, никто никогда не был. Я даже не знаю, что это такое. У нее тоже. То есть по генетике это вряд ли бы перевелось. Скорее всего, это... Ну, в общем, и да, мы не спали ночами, надо было сахар мерить. Круглые... Каждый час, как минимум. Потому что сахарный обед первого типа, это когда у человека нет инсулина, собственно, вообще. То есть... То есть он либо упадет, сахар, либо поднимется. Да-да-да. То есть если ему прежде чем покушать, надо сделать инсулиновый укол. И вот так мы ему пальцы кололи постоянно. Это было мучительно. И мы... Как спать, когда надо мерить сахар? Даже ночью? И даже ночью, конечно. Он ночью тоже... Он более-менее стабилен. Вы его постоянно будили, получается? Ну, он спит, а мы ему колем с фонариком. И так вот мы жили год, наверное, не спали вообще. Ну, вообще тяжело. Ну, днем поспишь, часик-два. Ну, как? То есть вот так это было. 24 на 7. И потом уже, конечно, когда у нас появились датчики специальные есть теперь. Помпа, да? Нет, помпа это... Да, это помпа это... Ну, инсулиновая. Оно постоянно дает инсулины ему. То есть держит фон инсулиновый. И если покушать тоже помпы, есть на ручках, есть специальные ручки, сприцы. Колоть это вообще... Я и колоть чего-то кому? Особенно маленькому ребенку. Вообще, это был вообще барьер сложный. Чтобы уколоть маленькое было очень тяжело. Но знаю, что это надо. Тут уже выбора нет. И научился, делаю. Вот. Потом помпа и появился еще датчик, который, кстати, вот нам спас... Ну, мы стали спать хоть. Это датчик, который каждые 5 минут измеряет сахар и передает... Специальное приложение есть на телефоне. Но передает. И то есть, если выше, то сразу пищит. Ну, то есть, если низкий тоже. И, в общем, мы настроили все дело. И мы хоть стали спать. Но все равно, если ночь падает сахар, то встаем, идем, даем что-то. Но он уже большой. Сколько ему? Ему 7 лет. Вот с 3 лет, 4 года, да, вот это там. Он уже сам себе, наверное, может... Он уже знает, он с этим уже, да, как бы... Не то, что с Виксом, он говорит, когда это пройдет, где обед? Ну, понимаешь, есть моменты, особенно когда маленький был, это до слез. Просто он хочет кушать, а мы не можем кушать, сахар высокий. Это прям... А он хочет печенье, да, сынок, надо подождать. А рядом же еще братьки, сестренки... Они кушают, а ему нельзя, например. И он слез в истерику, а когда маленький, вообще трудно объяснить, что-либо, три-четыре года. Сейчас он уже понимает, он уже знает, даже сам себе уже делает сколько надо инсулина, то есть он уже сам... Ну, считать, что не умеет, надо считать углеводы в пище, сколько он съел, и умножить там на коэффициент, и выяснить, сколько надо колоть инсулина. Он еще это не умеет, даже я еще не очень... Всем занимается... Все на супруге, да? Практически да, потому что я уезжаю, приезжаю, ну, я что-то умею, что-то могу сделать, конечно, а она в основном все на ней, да. Она и помпой занимается, там нужно менять картриджи, там, в общем. И помимо этого еще трое детей, которыми тоже надо заниматься. И надо двое. Да, да. Ну, в общем... И у вас еще такой гастрольный график, что ой-ой-ой. Да, сейчас... Ту-ту-тфу. Да, слава богу, да. Ну, ничего, она справляется, помогают помощники, так что вроде нормально. Я знаю, что в последнее время Барик Каримович, он разделил права на группу НАНА, между вами, Владимиром Политовым и собой, то есть на троих. Как давно это случилось и с чьей подачей это было? Это было решение Барри, так как он понимает, что он стареет, и дела надо передавать, группа существует. И сейчас мы являемся совладельцами этого бренда. Я, Володя Политов. Это вот сколько уже получается времени? Года три-четыре, может. Ну, это справедливо. Если через сколько лет вы отдали этому коллективу. Ну, 35 лет в этом году у группы НАНА. Да. Как ваша изменилась жизнь после того, как это все произошло, вот эти изменения? Потому что, если вам раньше могли сказать, вот надо туда-туда, сейчас так может быть? Срочно? Нет. Не знаю. Сейчас уже нет. Я посмотрела вашу афишу, ваших выступлений. У вас вот предстоит просто там почти каждый день концерты. То есть я радуюсь очень сильно за вас. Спасибо большое, да. И желаю дальше так же как можно больше выступать. Я очень рад, что мы востребованы. И действительно, концертов много. Конечно, не сравнить, как это было в 90-х. В 90-х это было по четыре концерта в день. Ну, может быть, и слава богу, потому что четыре концерта в день были. Я уже четыре в день, наверное, не выдержу. Но бывают такие... Что самое главное вы вкладываете в своих детей? Я же хотел бы, чтобы они просто были... Ну, во-первых, нашли свою деятельность, свою профессию. Это очень важно. Если человек не любит свою профессию, то он будет мучиться всю жизнь. Это не надо делать. Надо найти именно свое. И чтобы там вот открылись все таланты и все, что какое-то есть. если выложиться в этом. И чтобы у них... Чтобы они были нормальными людьми. Ну, что значит нормальными? Тоже очень абстрактно. Ну, были добродушные, может быть, отзывчивые, спокойные, интересные, умные можно. Ну, как умные тоже. Значит, ну, грамотные, чтобы были. Вот. И... Чтобы семьи были крепкие в них. Ну, а вот на примере своем, как бы детей воспитывать? Это надо воспитывать... Вот я согласен с рассказыванием, когда говорят, что детей надо воспитывать. Не детей надо воспитывать, а себя. Потому что дети это отражение нас. Если ты так себя ведешь, он считает, что это так и надо, и он делает точно так же. Это правда. Это я убедился. Поэтому воспитывать надо себя и своим примером показывать, как надо жить, как надо любить. И... Вот, собственно, и все, наверное. Я вам очень благодарна за то, что вы к нам пришли сегодня. Отменили тренировку. Да, да. Спасибо, Илья. Ну, это было потрясающе, правда. Спасибо. Мне тоже было очень приятно. Спасибо. Спасибо. Ура. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»